Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Слава Создателю нашему и Искупителю нашему в Духе Святом. Сегодня, друзья мои, мы открываем 18 главу Откровения Иоанна Богослова, чрезвычайно важная для сегодняшнего дня. Вон мим. Это именно война против Вавилона. Карточным домиком сыпется вся брехливая, нацеленная на обман и сверхприбыль, роскошествующая грешница, вавилонская блудница, вполне конкретно сидящая на гудзоне. Это они, главный враг человечества. И вот Откровение в 18 главе говорит нам, «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать нам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее, ибо грехи ее дошли до неба, и Бог вспомнил неправду ее». Мы не хотели выйти сами, мы хотели сюськаться и васькаться с ними, а они обманывали и крали все, что у нас есть. Они покупали в пленники, брали в заложники детей олигархов, размещая их в своих кампусах и колледжах, в Лондонах разных, значит, Итанах и Кембриджах, для того, чтобы потом взять за горло папу и маму. Конечно, страдают больше всех те, кто был сильно в связи с вавилонской блудницей. Они с ней якшались, у них большие потери. Яхты за полмиллиарда долларов вдруг исчезли и стали дешевле рыбацкой лодки. Ну, конечно, страдания. Это же нажито не по сильным трудам, как говорил товарищ Бунша, вернее, там, как это, шпак, которого, а меня обокрали. А меня обокрали. Портсигар золотой – три. Монитофон импортный – три. Куртка замшевая – три. Меня обокрали. Все же нажито не по сильным трудам. Вот они и плачут. И поэтому говорится здесь в Писании, чтобы народ вышел. Мы не хотели выйти, нас просто исключили. Но мы теперь находимся в состоянии вышедших. Выйди от нее, народ мой. То есть уйди из вавилонского плена. Уйди из этих зависимостей. Хочешь спутники пускать от нас все еще дальше? А Рогозин говорит – нет. Нет. Раз нет, значит нет. До свидания. И так далее. Это правильный подход. Мы выходим из вавилонского плена. Сколько славилась она, вавилонская блудница, и раскошествовала, столько воздайте ей мучений и горести. Она говорит в сердце своем – сижу царица, я не вдова и не вижу горести. Зато в один день придут на нее казни, смерть и плач и голод. И будет сожжена огнем, потому что силен Господь, Бог судящий ее. 18 глава Откровения, сегодняшний день. Дальше говорится о тех, которые раскошествовали с нею. Ну это, в принципе, мировой олигархат. Ну типа там, скажем, Ахметова, чей был Мариуполь, там или других, Рак Коломойского, который писал на баннерах, говорит, там 10 тысяч гривен, там или сколько там, долларов, там за голову москаля. Хорошая инвестиция была написана. Приватбанк. Вот эти люди раскошествовали с нею. Ну и наши здесь такие есть. Были, многие из них уже были, потому что уже перестали быть такими. Блудодействовали, раскошествовали. И потом увидели дым от пожара ее. И стоя издали от страха мучения, говорят, горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий, в один час пришел суд твой. И купцы земные восплачут. Там перечисляется перечень товаров. Там из слоновой кости, дерева, багреницы, фимиама, корицы, вина, илея, муки, скота, овец. И в конце тел и душ человеческих. Блудница торгует душами. Блудница торгует телами. И Господь накажет ее. И совершит стремительный и грозный суд. А нам только нужно быть отдельно от нее. Торговавшие всем этим, обогатившиеся от нее, станут вдали от страха мучений, плача и рыдая. Говорит, горе тебе, великий город, одетый в весон и порфиру багреницу, украшенный золотом и камнями. «Веселись об этом, небо и святые, ангел, апостолы и пророки. Ибо совершил Бог суд ваш над ним, над Вавилоном великим, над блудницей, сидящей на водах, скачущей и горцующей на звери багряном». Это вот вся та евросоюзная комарилья. Это те малые цари, как написано в Псалме номер 2. Говорится, «Предстали цари, земсти и князи собрались в Купин на Господа и на Христа его. Сказали, сбросим от нас заповеди, растворнем иго их. Живущий на небе посмеется им, и живущий вовеки поругается им». А это вот эта вот многозвездная конфигурация на голубом фоне. Голубой фон, золотые звезды, вот эта многофигурная конфигурация вот этих, значит, царей земных, которые находятся в полном услужении вавилонской блуднице. Все остальные спокойны. Африка, Латинская Америка, Китай, они не хотят быть под этим игом. Поэтому читайте сегодня откровение, как письмо, написанное лично вам. Бог, бой идет не ради славы, ради жизни на земле. И мы с вами понимаем, что ныне лежит на весах, и что совершается ныне, как Ахматова писала. Серьезные времена, писание в руки, пост хранить, музыку в сторону, хихоньки в сторону. Кто сейчас будет слушать Филиппа Киркорова? Час, время откровения Иоанна Богослова. Святой Иоанн, девственниче, наперстниче Христов, евангелисте, зритель неизреченных откровений, усыновленный сын Бога и Божией Матери при кресте Господнем, хранитель ее и помощник, великий молитвенник, сокруши, помоги сокрушить сатану под ноги наши вскоре. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok